Утро началось, у нас шуршание пакетов. Ну как утро? Уже к обеду, как говорится. Всем привет. Мы сегодня поехали Дашу к стоматологу, как говорится, там зубами позаниматься. И потом решили заехать метром. У меня там были планы купить только одну позицию. И тут Ира села на хвост. А тут Ира говорит, что-то мне как-то дома, можно я с вами прокачусь? Ну, я знаю, к чему это ведёт. Я говорю, ну ладно, ну что, жену иногда надо вывозить куда-то, хотя бы в супермаркет. И, в общем, мы попали на три сумки. Одна из которых не выдержала. Не выдержала. Хорошая сумочка такая была в Санкт-Петербурге, по-моему, да? Да, да, это Наталья. Ну ладно, начнём распаковку. Что ж мы такого купили? Сейчас я не донесу. Нет, донёс. Донёс. Так. Так как у вашего покорного слуги, как говорится, скоро будет день варенья, Ира купила мне тесто приготовить. А для чего это я уже забыл? Это я себе запас, если нам вдруг захочется, то у нас будет тесто. А, у нас есть шикарные эти пироги с тунцом, там вот такое что-то, Ира, тунцом. Всё. С тунцом я делала, с мясом сделала. Помнишь, Люда приезжала? Тесто оно надо. В морозилку закинули, как говорится, чтоб не возиться. А что, это разное тесто, да? А это фило, хочу попробовать кое-что приготовить, когда творог купишь вкусный. Ну, сыр, как говорится... А, что я хотел по Эмметру сказать. Когда перед Новым годом ажиотаж был, конечно, на одни позиции были больше скидки, на другие, как дойду потом, были меньше скидки. Сейчас скидок меньше, но они есть такие очень удивительные, тоже дойдём до них, я покажу. Что прямо как-то так, да ну, да не может быть. В общем, сейчас, всё по порядку. Так, сыр. Сыр в дырочку. Вкусный. Дальше. Филе. С филе сосиски, ну, мы часто, как правило, берём какую-то пачку, потом нужно закинуть тоже в холодильник. Это индюшки, да, индычки. Филе, индычки, индычки, да. В общем, сосиски тоже, в общем. Старались брать там, где есть скидки, в основном, это, как бы, товары. Тут тоже, там, процентов 30 там была скидка, там, на сыр тоже процентов 30 скидка. Потом, скажу, общую сумму, даже со скидкой такой получали. Дальше. Мы решили, давно не ели каш таких простых, как в народе едят, перловки. И захотели, рассольник давно не едят. Во-первых, как рассольник, и во-вторых, с мясом оно тоже вкусно. Мы, как бы, очень редко делаем. С курочкой вкусно, кстати. Да. Но, как сделаем, прям, о, так вкусно. Надо почаще делать. И делаем почаще раз в год. Всего лишь. Вспомним, как говорится. Помним. Зима, сейчас холодно, это отлично. Манка. Ну, манка в большой семье, где много детей всегда нужно. Дальше. Что я заехал? Хотел в метро поехать. Давно я автоклав не доставал из чулана, как говорится. Захотел тушенки сделать. Ну, тушенки, как бы, у нас там еще какое-то есть запасы. Но тушенки с курицей нету. И я заехал в метро за курицей именно. Купить оптом, там, по хорошей цене курицу. Значит, из чего я буду делать тушенку? Вот такие упаковки есть по 4 килограмма. То есть, получается, самая цена, как бы, выгодная. Ну, я вот здесь, если правильно вспомню сейчас. Вот это у нас гамилка. Ну, вот эта ножка в самый конец. 81 гривна килограмм. Так. Раз 4 килограмма. И взял еще стегно. Бедро. А бедро что-то около, там, 112 гривен за килограмм. Получается. Со мной все вот такими 4 килограммовыми. И вот я взял 12 килограмм курицы. Ну, у меня автоклав на 14 литровых банок. То есть, вот как раз я вот это вот все. И сделаю вкусную тушенку. Чтоб была. И еще. Значит, Ира такая, давай купим рыбы. Красные, конечно. Я говорю, мы же это, тогда вот купили тебе пару кусков. Ира их разделала и заморозили. Ничего не делала. Я говорю, здесь посоли. Я говорю, что это не хочется там очень. Пойдем посмотрим. Приходим, смотрим. Мы под новый год там прям ажиотаж. Люди там это там, в общем все хватали, убегали. В общем это все возвращались, опять хватали. Цена была 500 гривен. Это со скидкой. Цена была 500 гривен за кусок, как он называется. Кусок лосося. Стейки. Ну, не стейки. Ну, такая серединка. Серединка вот так вот. Раз. Без головы, без хвоста. Вот такие куски. Сейчас мы такие подошли, 450. Посмотрели. Ну, там такие ближе к хвосту. Такой вот середины, такой как бы мы тогда красивые взяли. Нету. Я говорю, ну, давай в следующий раз. Отходим и гуляем там, ну, отовариваемся дальше. Объявление дикторша. Внимание, внимание. Лосось еще подешевел. Цена теперь 400 гривен. Мы такие. Да. Пойдем. Пойдем возьмем. Взяли. Килограмм. Сколько здесь получилось? Кусочек. Больше килограмм. Нет, полтора килограмма. Смотришь, вроде как, что тут. Килограмм. Полтора килограмма. По 400 гривен. 399, в общем-то. Маркетинг. Что-то сделаем, в общем. Так. Все. Сумка отжила свое. Все. Раз. Так. В общем, это я буду заниматься. Наверное, сделаю видео, как это. Сумка отжила свое. Вот я ту сумочку с курить заделал. Да, да. Вписать. На Big Family очень много. Дальше, смотрите, будет. Так. Стоять. Следующий. Следующий. С нами Даша была. А Даша вот любит вот такие вот чаи. Не выдержала. Вот такие чаи любит. Почему? Ну, вот маркетинг. Да, что значит маркетинг? Красивые такие вот баночки. Пахнючие. Название. Ловеры. Это типа, да. С любовью. Да, да, да. Разнообразные. Вот упокой, подними цену в два раза, и у тебя будут покупать. И они разнообразные. Даша говорит, я вот такую не пробовала, я вот такую чай не пробовала. У нее челлендж. За всю зиму распробуют все чаи. Сейчас покажу. У нас уже вот такие вот. Коллекция просто. Еще там. Потом отдельно. Я еще покупал ей в пакетиках. А там четыре вида внутри. Да, еще вот такие. В общем, она фанатка вот этих чаев. Сейчас холодно пускай пьет. Чаи гоняет. И Маша тоже любит такие чаи. Да, нам только выпечку делай. Ну, пакетик, а этот такой рассыпной. По 100 грамм нужно. Не, по 8. Вот что бы до 100 грамм не насыпать. Валера всегда при этом найдет чему-нибудь. Ну, просто такая большая коровка. Да, да. Там 20 грамм еще влезет. Ладно. Зашли на крупы. А Ира у нас фанат рисовых круп всяких. О, да. Я люблю. Это басмати. Самый лучший на слог. По моему мнению. И камолино. А это новый рис. Вот мы просто хотим попробовать. Да, да, да. И он относительно как бы подешевел. И гречка, и рис. Как-то было. Ух. Цены пошли. А потом подешевел. Так, что-то еще мне тут это купили. А, ты сочевица купила? Да, тоже скидка была хорошая. Я взяла. Как она сочевица? Чечевица. И там еще красная. Так я же там покупал. А мне скидка понравилась. Хватай и беги. Как говорится, с кем поживешься, того и наберешься. Ира постепенно приучает. Хватила и побежала. Да. Покупать хорошие товары еще желательно со скидкой. У нас уже европейское мышление. Мы же уже почти в Европе уже. А европейцы, они штыки. Они штыки зажимистые. Они все тоже экономят. Миллионеры ездят на гольфах. Так что, друзья, как только Валера купит гольф, значит все хорошо пошло. Все прошло хорошо уже. Так, что у нас тут еще? А, крупа пшеничная. Это из простых таких кашек. Захотелись кашек, да. И там я еще для пробы взяла. И ячминная. Вот оно редко делаем, но когда делаем, вкусно. Да, вкусно с подливочками. Когда мяско стушишь. Мы любим как-то разнообразно питаться. И пока по кругу это все пройдет, год прошел. Точно. Нам этого пакета хватит надолго. Вот этого всего нам надолго. У нас как в сказке. Хватает наезд. А это я вместо... Амарант. Ну, дорогих вот этих мест. Это как бы его аналог. Ну, это какое-то зерно чего-то, да? Семена больше, да. Зерно-семена. Это полезное питание. Это полезное питание. Дальше идем. Сметана. Ну, на торф. На два будет битое стекло и будет торт. А, ну вот. А это набитое стекло детям. Нравится? На желешки. А, так. Это мне упакуют до курицы. У тебя там же с курицей намешалось. Сейчас я выберу до курицы. Вот это для курицы. Угу. Сверки. Сверки на торт. Это на торт, Валерия, сделаем. Ну, и видео вам как раз с ним сделаем. Так. И куча всяких желешек. Куча желешек это... Торт битое стекло называется. Да, да. И желатинка. А, еще. Еще сметана. Да. Сметана идет на торт. И сметана идет на битое стекло. Это тоже на битое стекло идет. Все. Все. Так. А теперь самое, что меня удивило сегодня у Мэтро. О, да. Расскажи. Масло. Масло. 82% мы другое не покупаем. Потому что, ну, 82% это как бы жиры эти молочные. Да. А там остальное это добавки. Там 73 есть. Есть вообще 62. Там два есть. Я не знаю там. А есть маргарин просто тупо растительный. То есть, вот это самое вкусное масло. 82% мы покупаем. Ну, оно стоит по-разному. Со скидками, без скидок. То есть, вот. Минимум 60 с чем-то гривен. Это если где-то скидку найдешь. До там 80 гривен за 200. Там 180-200 грамм. Я такой прохожу мимо. Смотрю. Цена такая. Что-то там 70 гривен. Причеркнуто. И там 30 гривен. Я такой. Что-что-что-что-что. А скачал еще этот додаток, чтобы проверять цены. Думаю, перепроверю. Посмотрел. Штрих-код. Действительно. Ну, это вроде бы неплохо. Ну, да. Это... Хорошая марка. Все будет Украина. Значит, хорошая. Творог продают еще. Ну, 180 грамм. Конечно, я всегда вот этого немножко недовольный. Потому что 200 грамм должен быть. Ну, ладно. В общем, скидка. Ну, больше 50% скидка. Так мы трошки взяли, как бы. Там люди набирали, кстати. А пенсионеры собрали. Сначала в Украине никого не было. А потом они начали шуршать по холодильникам. Ну, простые бабки пенсионерки по метро не ходят, наверное. Ну, все-таки же. В общем, взяли ее тут. Заморозим. Было бы по 200, был бы килограмм. Вот на этот килограмм. Так, хорошо. Ну, что? С чаем будем есть, хлеб с маслом. Да это нам, эта бачка у нас в день улетает. Да в кашу там еще куда-то. Быстро. У нас это, грубо говоря, на неделю не хватит даже. А вот еще. А это надо позвать нашего помощника. А, да. Николь! Запускайте студию. Николь! Кто прибежал? Кто прибежал? У нас большая распаковка. Мы не стали мучить Николь. Потому что мало ей это все интересно. Ее интересует только то, что она любит. Вот в этой... Вот в этом пульте последним осталось то, что Николь понравился. Да? Да. Доставай. Это через ручку потом вытащишь? Николь, ты знаешь, как просунуться. О-о-о-о-о! Ой, что там? Печенюшки с маслом, с чаем. Это тоже надо. А это такие, как это называется? Это на торт. Я хочу рецепт снять. Так что... Итальян? Ням-ням! Ням-ням, говорит. Кто хочет, да. Рецепт торта из Нового года. Как называется печенье эти? Это... Ой, Господи, сейчас... Тут вылетело из головы, да? Да, так надо сказать то. В общем итальянский... Савоярди или это торт называется Савоярди ? Нет, торт называется тирамису, а печенье называется Савоярди Садись, я тебе дам печенье, садись. Она тут уже начала колупать чуть-чуть, я говорю, подожди, Николь, вытаскивай Ой, сколько радости, вот эти ручки, ручки, перебираем, перебираем, вот вам и это развитие пальчиковое Любовь познается в еде, в еде, да, а что говорят, любовь это, на сытый желудок все, все мысли какие-то появляются не тогда, когда ты есть хочешь такие вот возвышенные, когда ты уже поел, наделся, тебе тепло, как говорится, потом появляются какие-то такие, любовь, мудрость Подумаем о душе, да? Да, подумаем о прекрасном Вот такие дела уже, вот такая распаковочка Мега Как в любом супермаркете, плюс-минус Где-то что-то есть, ну, выбор, конечно, больше намного, чем в любом супермаркете Что-то порадовало А вот со скидками раньше, конечно, я говорю, все раньше, ты еще Советский Союз вспомни, нет Ну, как есть, это так, спасибо Что-то вот, ну, красную рыбу мы так нигде не купим Покупать на привозе, ну, это тоже, как, знаете, любой продукт покупать на привозе надо знать Продавца Доверять ему, там, сто процентов, да? Надо иметь своих продавцов Все-таки же Большие торговые точки, особенно такие, которые там, какой-то контроль качества все-таки же должен быть Поэтому, как бы, покупаем там, где покупаем А, да, там, сколько, сколько потратили? В общем, тут большинство товаров у нас по скидке В чем мне интересно, как говорится Общий чек получился 4000 гривен Как так получилось, мы не знаем Как-то так, 4000 гривен, да, это со скидками Мы не знаем Потому что мы, как говорится, на это обращаем внимание Ну, вот, как-то так Сходить в супермаркет сейчас Вот, как-то так Ну, это, ну, это, такой, крупный поход Ну, пожелай людям что-то Ладно, мы сейчас будем, что мы делать? Обедать Да, варить вареники, пельменики И субботу отдыхать Всем добра, денег, здоровья, счастья, мира И среди желудков Да, и побольше мыслей не о пище, а о хорошем и духовном Все Все, пожелаем Все, пожелаем Всем пока Пока-пока 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 Ему Субтитры сделал DimaTorzok